В Китае появилась неподтверждённая информация о том, что вице-мэр города Чуньцин Ван Ли Цзюнь обратился в консульство США и попытался попросить политического убежища. Сейчас о местонахождении Вана ничего не сообщается. При этом власти КНР заявили, что он отправился на, цитата, «оздоровительный отдых». Ван является помощником секретаря партийного комитета города Чуньцин, бывшего министра коммерции КНР Бо Силая. Эта ситуация может сильно повлиять на политические амбиции Бо, которому прочат место среди китайских лидеров уже в этом году. Этим утром, примерно в 10.50, комитет информации города Чуньцин в своём микроблоге объявил, что состояние здоровья вице-мэра Ван Ли Цзюнь, который долгое время страдал от переутомления и сильного психологического стресса, очень плохое. В настоящее время он отправился на оздоровительный отдых. Это заявление, озвученное на китайском телеканале, по времени совпало с появлением слухов о внутренних распрях в местных органах власти, а также с распространением сообщений о том, что Ван обратился в американское консульство в Чинду, городе в нескольких часах езды от Чуньцина, в попытке получить политическое убежище в США. Сообщается, что Ван, который также является главой чуньцинской полиции, вошёл в консульство вечером 6 февраля. После чего здание окружила полиция. Осада продолжалась вплоть до утра 8 февраля, как предполагается, пока консульство не выдало Вана китайским властям. Представитель посольства США в Пекине Ричард Буанган сообщил агентству Reuters, что он, цитата, «не может давать комментарий в отношении предположительных запросов на предоставление политического убежища». Однако он отметил, что полицию, которая окружила консульство в Чинду, само консульство не вызывало. Китайские власти произошедшее никак не прокомментировали. Обозреватели говорят, что внезапное исчезновение Вана окажет негативное влияние на партийный имидж Бо Силая. Будучи секретарём партийного комитета Чуньцина, Бо – один из детей основателей коммунистической партии. Он также известен тем, что продвигает социализм эпохи Мао и проводит масштабные кампании по борьбе с организованной преступностью. Именно в ходе таких кампаний Ван Ли Цзюнь стал известным на своём посту главы полиции и вице-мэра. При этом методы, которыми Бо Силай борется с преступностью, вызывают немало критики. Его обвиняют в том, что он часто не соблюдает процессуальных норм, а также использует пытки для получения признаний. Субтитры создавал DimaTorzok